Как и команды, видимо, потому как мы до сих пор ожидаем, конечно же, старта Gambit и Elements Pro Gaming. Именно такой матч у нас на повестке дня. А вот и пики, и баны соответственно. Все своевременно. Минус венга сразу? Венга сильная. В общем, это Gambit забанили. Я видел, что сербы спамили мич на тройке венге, там катал. Поэтому бан такой. Ну, вот, кстати, Висп и Земля, про которую я вспоминал, как раз, для иммарши на Землю забанили. Можно, ага, ну тут у нас куча, сильные субпорты уходят. Тускар, это просто имба сейчас на самом деле, как четверка, как пятерка. И Oracle. Гримстрок остался в пуле, он сейчас хорошо выглядит. Oracle у нас в бане, такой как контрпик, бейсмастер на фп есть. Прямо сейчас я бы брал биста, наверное. Я, честно говоря, немного других банов ожидал. Может быть, какого-то Магнуса. Магнус Па, эта связка стала слабее. Почему? Потому что она была очень сильная в начале патча. Несколько раз Магнуса порезали, Фантомку где-то тоже немножко порезали. Почему эта связка сейчас стала слабее? Все упирается в лайнинг. Бейсмастер свой лайн разваливает. Магнус дает всегда почти фрифарм и рожескому керри. Нашли героев, которые работают против этих связок. То есть раньше люди не знали, что пикать. Сейчас уже в пабе даже люди пикают против этого Сларка, Тиро Блейдов. В общем, герои, которые хорошо справляются. Мне вот интересно было, почему они убрали Oracle, да? Потому что вроде как это герой против бейсмастера. Но вот вам ответ. Захотели просто... Судя по всему, тренировали комбинацию Darkseer, Darkseer, Sven. Darkseer, Sven, да. Сразу взяли комбинацию. Ух, милишника против этой комбинации, который под щитом будет бегать, и стан. И убрали Oracle. А то сразу Медузка. Да, причем Oracle и щит, и щит Sven снимает, и щит Darkseera. А здесь, судя по всему, понимает, что Darkseer, ну, что Sven это не лейтовик. Это четверка. Да, а Darkseer, скажем так, он, скажем так, чем больше игра затягивается в лейт, тем меньше актуальности он имеет. И потому сразу пик Медузы, и, как бы, ребята, мы уходим в лейт, и, скорее всего, по лейт-гейму уже ЕПГ не смогут добрать героев, которые будут сильнее, чем герои Гандитов. С ним сейчас нужно подумать. Пока есть опции, кстати. Ну, антимага нужно забанить. Антимаг очень сильный, кстати, на бесте. Против него сложно играть, потому что у тебя всего лишь один, ну, у тебя ульта, который он достаточно легко по анимации всегда может подключить щиток. То есть тебе нужно на бесте иметь лотар однозначно, чтобы как-то вот выйти. Ну, либо пугать. Выбираешь и пугаешь. Ты кидаешь. Ну, да. МК — это странный, на самом деле, тоже бан. Где-то потому что, как по мне, ЕПГ тоже макака был хорошей опцией и в мид, и в сейфлейн на две линии герой. То есть вот сейчас, если... Ага, убрали дазу, но антимаг остался. Если они играют, антимаг пока выглядит крут против медузы. Я отыграл бисмастера много раз против антимага. Там, как только ты берешь фладмир, антимаг начинают очень много вышек терять, ты его выгоняешь в лес, и он там по темпу вообще не справляется. Тут ты полностью прав. А потом ты просто идешь кулаком против антимага с медузой. Единственное, знаешь, в чем момент, который я здесь вижу, и многие не учитывают, то, что Дарксир как раз, это немногие герои, как и использовали его Ликвид. Он может один в харде даже постоять. Ему даже где-то профитнее, как раз в соло-экспо. И они могут начать триплей против биста. А Свен — это один из лучших героев, на самом деле, против бисмастера. За счет своего третьего ты просто вообще не пробиваешь ни с руки, ни кабанами на такой ранней стадии. То есть они, если начнут триплей, вот этот Свен, Виверна плюс один, там бист очень сильно потерпит. И любой керри успеет уже разогнаться к моменту, пока у биста появится какой-то Владмир. Ну, бист тоже такой герой, который может пойти лес бомбить. Тем более кабаны старые. С старыми кабанами, он нормально лес на самом деле убивает. Поэтому Виверна просто хороший герой, хороший саппорт. Возможно, собрали у ФНГ, да. Да, герой, который... Не-не-не, сотни в том. Герой, который составит Винтерскерс, то бистмастер под Гаурой просто забьет кого-то вместе с союзниками. Против Медузы это хороший выбор, действительно. Таких два сильных физовика, тем более Медузы уже усиленные там под бистом, будут ауры. Это действительно хороший... Ну, пока что мне пик Гамбитов нравится гораздо больше, поскольку пока что слишком понятно, что делать. То есть сейчас, скажем так, ЕПГ должны думать о том, как им победить эту комбинацию. Если увидим дальше антимага, то мне пики ЭПГ будут драйвиться больше. Ну, там еще будет два героя. Ну, да. Ты же только двух видишь. Два против четырех. Я уже вижу, для Гамбитов на закрывающий, на самом деле, ОД пока очень круто какой-то будет. Тинни класс. То есть бистмастер Тинни сейчас там будут уже огромные проблемы на линии. Если появляется антимаг, он там вообще ничего не возьмет. То есть возьмет крипов 30 где-то к минуте 8-9, и там появится ландмер, их просто продают. То есть очень мощные линии сейчас у Гамбита. Ты отчасти прав, но это в том случае, если ЭПГ будут играть именно даблой против биста. Если они все-таки начнут реплой, Тинни бистмастер... А я стоял как-то дарксиром один против двух, и там, в общем, на 10-й минуте, если стоишь один, то выходят два героя по седьмому левелу с этой даблы. За счет того, что сейчас пулить очень круто. И там уже как бы проблемки. Тем более, дарксир взять на первый пик, и кора подобрать, который будет стоять против дарксира, хорошо ли саппорта, довольно просто. Но пока тут есть много опций против дарксира, которых можно в сейфлайн добрать. В том-то и дело, да. Одно дело, что если дарксир, это когда ты видишь коров, а другое дело, это вот так вот дарксир на ферст пик, и дальше мы пытаемся отбиться от агрессии, которые нам принесут в легкую. При этом против нас уже медуза. Эта медуза, вообще на ней дохак много играет, и это даже больше медовой. Ну вот антимаг, у которого мы предполагали, у которого сейчас будут большие проблемы. Это ОД. Это назначено ОД сейчас на четвертый пик для комбитов. Ну, либо это будет ошибка не взять того героя. То есть у них уже будет, понятно, эту медузу поставить в сейфлайн, она с плюсом хорошо там против дарксира постоит, то есть дохак на ней много играет. А ОД пока просто разваливает и дарксира, и антимага, и против Верны, хорош, что пофиг вообще на колбу. И Свене тоже ему все равно на его третий этот спелл. Ты думаешь, что нужно? Я бы на самом деле сейчас брал героя именно, чтобы именно задушить минутик 20. Даже при том, что у нас с Гаргона тут уже как бы линии сильнее, там слабый антимаг, и на дарксира пока что не на кого кидать щиты. Единственное, в чем плюс, это то, что у них есть комбинация вакуум, молоток и Винтерскерс. Да, это сильно. Просто, как я вижу, как это еще работает, когда против антимага на текущий момент у гамбитов на самом деле нет хорошего контрпика. То есть по игре, чтобы герой его прям уничтожал. Именно не нужно. Достаточно пойти на 20 минут и сломать ему базу. Ну, вот так вот. Тут тоже такое может быть. Это можно, знаешь, какого-то там условного, да, еще какой-то, может, Хускара, да, добрать еще темпового какого-то тоже героя, который там выиграет линию и потом просто пойти задавить. То есть, типа, это тоже какая-то такая устрелизия. Устрелизия сейчас будет два пика, потому я бы, может быть, даже пропугнул по декам. Ну, вот, кстати, это тоже такой вариант темпового героя и католь. Да, да, хотят пойти задушить. Хотят пойти задушить. Медуза, в принципе, боевая. Она гораздо более... Она пораньше может вступить в игру, чем антимаг. Она хорошо стоит против Дарксира. Так вот. Им останется еще кто? Им останется саппорт еще. Сейчас Ласпику и ЕПГ они, получается, закрывать будут, но, наверное, Гамбиты от ОД какого-то, я думаю, должны подбанить. Он достаточно хорош против ДК Медузы и Бесма, и Бесмастера. Ну, вот, хорошие. Тут, судя по всему, нужно делать выборы, вот, какие герои могут сильно сломать жизнь Драгон Хнайту. При этом нужно понимать, что Драгон Хнайта и Медуза можно ротировать с мида и спрятать. От ОД, потом, кто есть по игре там на линии какая-то Кунка. Он остался герой в мид для ЕПГ и, соответственно, пятерка, насколько я понимаю, правильно, для Гамбитов? Кунка хорошая для ЕПГ, поскольку им не хватает кетч. Прям вообще не хватает. То есть он хорош, он неплох против ДК, то есть, в принципе, они стоят, наверное, 55 на 45 в пользу Кунки. Вот. То есть, с одной стороны, ДК получает, сейчас он начинает ломать вышку, с другой стороны, за эту агрессию Кунка его может садить на крест и легко убить. То есть мне очень нравилось, допустим, для Гамбитов вместо ДК Пугну иметь, вот, поскольку она более флекс-герой, чем ДК, и она очень сильно против Виверны. И, в принципе, если ты играешь с Линзой, ты очень легко можешь от комбинации с Винтер Кёрсом засейвить. То есть просто кинуть Астрал в ту цель, в которую Винтер Кёрс поставлен. Но потом по игре против антимага тяжело. Потому, наверное, сделали выбор в пользу ДК. По Фениксу интересно. Погнали Фениксу. Ну, это то, что ты говорил, то, что Гамбитам какая-то пятерка осталась. Тимфайт. Им остался тимфайт. То есть, видишь, у них не хватает урона в плане ОЕшки. То есть Бестмастер в одну цель дает, Медуза тоже одну бьет, Тинни в одного. То есть им нужен герой, который, грубо говоря, даст им тимфайт. Мне кажется, было бы круто все-таки как-то немножко усилить лейнинг. Но по игре вообще мне для Гамбитов нравится. Единственное, что на лейнинге герой, конечно, слаб. Хотя нет, слушай, кто есть? Есть какой-то гримстрок, который, кстати, это такой, знаешь, пятерка-четверка-тире. Он, кстати, хорош против антимага. Очень хорош. Он реально за счет ульты не дает ему блинкнуться. Да. За счет третьего. Но ульт должен с кем-то связать. А прикинь, там, где эти змеи с талантом залетят. Я как-то тэпнулся на Сэмкинге, у меня было 300 маны из 500. Он мне кинул змеи, у меня мана кончилась. Это будет два стана декад залетать, два роора. Блин, с роорами единственная тема так бесит, то, что оно настолько жестко расталкивает, когда два героя связаны, и ты кидаешь роор, их просто, знаешь, разбрасывают максимально. Как бы вот по АОЕ такому. Ну, а так, мне кажется, почему-то, что у Гамбита просто на гриме ни один из игроков не играет, поэтому... Не, ну, этот, и Мэршин же у них или нет? Да вот я его как-то... Он играет, я его не видел. Он на тени будет. Есть Рубик какой-то еще, то есть в целом по игре тоже неплохо. Он тут против антимага воровать спеллы, против Дарксира очень легко тоже какой-то щит своровать. Виверну можно подловить как-то. Тоже что-то полезное. Хускару брали. Кстати, Хускару я и забыл, против ДК в мид, это действительно такой самый один из тоже ярко выраженных контрпиков. Так ты тогда ДК прячешься на другую линию и ставишь туда мид. Да, да, так можно сделать. ДК на сейф-линии против Дарксира за счет своего регена спокойно, мне кажется, поставить можно. Да, 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 ты там с крипов. Вы будете иметь фрифарму оба, но Дарксир потом начнет криповы одеть, потом у него будет немного больше, но ДК в целом все равно Дарксир. Так, ну вот интересно по саппорту, все-таки, мне кажется, это какой-то агрессор либо Рубик будет. Им нужен какой-то просто герой, который будет максимально даст линии, то есть тени и дерево и за счет того, что он будет помогать, он потом будет этот хил кидать. Вот я не самый лучший герой против Дарксира, я потом не знал, возьмет его Артем или нет. Я видел, он в паре игр брал это дерево. Он тренировал, да, в последнее время? Да, да, он не в пиках брал его. Смотри, ну что осталось в мид у нас? Значит, остался Кунг, остался ОД. Им точно нужен герой по тимфайт, им точно нужен герой там на ранний щит. Эмбер какой-то, кстати, с Эмбером они точно проиграют. Может быть, все-таки ОД, которого прогнозировали. Не-не-не, в Эмбера вообще не верю, мне кажется, шансов победить вообще нет. Ну, мне знаешь, чем Эмбер нравится? Под читами очень силен, он темп задать может и как бы спейс для антимага, но единственное, ну да, то есть, а как потом будет тут уже... Просто Эмбер антимаг, но тут очень жадно, прям нереально жадно, а потом появляются БКБшки и как бы проблемка. Ну, вот проблема действительно потом как пробивать. Тут я согласен. В Кунг, в Кунг я верю гораздо больше. Ну, вообще, сейчас подумаю. Барани же, кстати, на этой герои герои. Снайпер, об этом, с снайпером мне еще, возможно, нравится. Снайпер, ну, здесь на него пугна. Слушай, герой против ДК, в принципе, кстати, он довольно сильно пробивает Медузу, если играть через Агони, мне через Дагон. Вот, и вот вы решили такого героя взять в плане тимфайта и, скажем так, защита от этой агрессии. Итак, ну что же, кому можно дать предпочтение, как раз таки, это пугна закрывающая? Мне не нравится пик ЕПГ в том плане, что очень сильно выключен Дарксир с игры. Ему, во-первых, нету явной помощи, во-вторых, нету хорошего героя под щит. Есть неплохая комбинация, но с Дарксиром в первую очередь хочется иметь двух героев, которые под щитами побегут и будут драться. Антимаг, у них есть антимаг, но это не тот герой, который будет в самом начале бегать. Ну, разве что, не знаю, он Владмир или Вангвард купит и будет драться. Да-да-да, и пойдет драться. Так делают антимага сейчас. Только под Магнусом Владмир берут, а так все-таки всегда в бэф нужно выходить. А тебе, Андрей, тоже больше нравится у Гамбит? Либо ЕПГ могут? У ЕПГ есть своя какая-то задумка, но у Гамбитов слишком имбовые герои, бисты Медуза. Эта Медуза, честно сказать, действительно тоже имба мерзкий герой, что самое, знаете, очень просто этими героями играть. Если там нужно придумать что-то, как скомбинить, как там антимах расфармиться, как там пугной сыграть, то, скажем так, для Гамбитов игра выглядит гораздо проще и в плане понимания, и в плане исполнения. Единственное, что мне непонятно, это вот выбор тринта. Итак, предикшн, Гамбит? Да. Андрей? Да. Отлично. Ну что ж, наши аналитики говорят, что Гамбит здесь должны быть сильнее. Что же скажут наши партнеры ES.bet? Ну, 1.33 на 3.15 действительно, все-таки Гамбит здесь выглядит явными фаворитами. Ну и, конечно же, самое время передать слово нашим комментаторам, точнее, главным помощникам Деда Мороза это Друг. И Бафик, вам слово. Спасибо большое, студионалитики. Здравствуйте. Действительно, Бафик, Друг. Сложно узнать, сложно узнать в этом наряде, сложно узнать нас в шапочках, но это мы. Это такие мы, мы готовы, мы готовы посмотреть, за матчем Гамбит против ЕПГ, Гамбит, которые изменили состав, для многих это стало удивительным, и в Новый год они вступят, собственно, в видоизмененном составе, Ренат, в котором мы души не чаем, и сердечко у нас обливается кровью, Ренат, мы с тобой. Зато всегда можно вернуться к аналитике на какое-то время, а потом обратно. Проанализировать какой-то турнир, например, интересный, а потом снова играть. А, ты имеешь в виду, он вернется? Может быть. Просто все ради анализа? Возможно. Может быть, может быть, никто не знает. Да, но так или иначе состав поменялся, об этом немножко тема поднималась. Повышена ответственность, пожалуй, да, вот такое, наверное, определение надо сказать, потому что раз ты меняешь состав, попав на два турнира, то, наверное, ответственность должна сейчас быть серьезная игрока, которые пришли, и к команде в целом вопросы будут возникать. Посмотрим, как у ребят будет получаться. С другой стороны, и мотивация должна быть тоже повышена, потому что уровень ответственности серьезный. Как мы видим, по две баунтируны, по идее, у нас тут забрали команды. Да, так и есть. Что еще интересного? Варды стоят у одних и у других в центре и вверху, в центре по варду и вверху по варду стоит тоже у каждой из команд. Один, кстати, блокирует, это, к примеру, большой лагерь крипов, если я не ошибаюсь, у стороны Radiant. Может быть. Пошли выжигать, имба не контриться, агрить нельзя, зато убить можно. Как все печально получилось. Динайл ФНГ, кстати. Одного, одного задинайл ФНГ. Вот зачем он здесь. Да, это приятно. Такой динай полезный будет. Ну, как раз ДК в этом плюс, он достаточно плотный персонаж, он хотя бы чуть более живуч будет, но по двумя щитами именно магии душить его будут плотно. Да, тем более пассивки-то и большого уровня на старте нет, реген у тебя не самый приятный, и магические два щита бьют. Ну, так или иначе, два силовика с большим пулом хп на старте, поэтому сильно задушить не получится. Если бы здесь стоял какой-нибудь милишный герой агилити, да, типа Фантом Ассасин, было бы гораздо больнее. Да, даже Медузе было бы сложно. И Медузе, безусловно. Ну, понятно, нагельщик, там два силовика все-таки больше у них пул по хп, поэтому не должны сильно страдать. И плюс, есть реген так или иначе пассивный, который у тебя от способности. У одного пассивка крутая, другой может хилить в конце концов с уровнем. Вот интересно по крипстату, как будет держаться Драгон Найт. Вот это вопрос, насколько он будет добивать комфортно под вышкой. Пятерик уже добил. Пять крипов имеется. Свифтэндинг в то же время стартует пока 3-0 на своем антимаге. Вообще, интересная, конечно, ИПГ-команда, они вернулись, в принципе, к своему формату. У них были моменты и с составом СНГ-игроков, и вернулись они все-таки к ребятам, которые, наверное, наибольших результатов давали им. Это ребята, такие как Леброн, наверное, как Баранижа. Вот с ними, действительно, результаты команды когда-то были более-менее неплохие. Ну, к истокам. Просто это изначально у всех в головах это балканская команда, и так или иначе все-таки представители именно этих стран сейчас и наполняют данный коллектив. Но это хорошо. Это хорошо, потому что, по крайней мере, какого-то, знаешь, конфликта внутри головы нет, когда там СНГ видишь ЕПГ, или в Спиритах видишь, вот я сейчас смотрю на ФНГ, а думаю, правда, про Спирит в Спиритах, который привычен для нас СНГ-команда, ты видишь не СНГ-никнейм, и такой, воу, подождите, все ли верно? Посмотри, какой классный фарм у Дарксира. По сути, они должны 100% крипов забирать, правда, одного вот единственный Денай, да, был от Дерева, и с четырех пачек забрали 19. Ну, так или иначе, да, все очень круто должно быть на этой линии. Выход от Тини в центр, Бараниша пытается скрыться, как-то пытается размансить, тяжеловато, дает еще и Бласт, и первым убивает Мершина. Отлично, сработано. Но в то же время Дахак забирает Баранишу и получает за него 435 золота. В общем, вот это уж не очень приятно. Так интовикам неприятно, рейнджевым интовикам неприятно стоять против Медузы, герой, который Мистик Снэйк. Прикормили, да, на пять сотен почти, это по сути в Рейсбенд готовый. Да, да, да. Ну, чуть-чуть, конечно, меньше, но тем не менее. Ну да, и ласт хит у Медузы и так неплохой на старте был, сейчас будет еще неприятней. Вообще Медуза такой герой. Опа, перетяжка, посмотри, вот Свена вниз, Акулыча оглушили, пытаются добить, но Акулыч пока живет и уходит, действительно, уходит Василий Шишкин. Да, там под танго, конечно, не прыгнешь за ним под вышку, антимаг, это билет был бы в один конец. Да, так вот, Медуза, о которой говорили, герой на самом деле очень неприятен. На пятнадцатом уровне у него есть такой талант, как плюс тридцать пять, если не ошибаюсь, процентов маны. Короче говоря, в целом пятьдесят пять процентов маны он крадет у того, в кого дает Mystic Snake и это кошмар для манозависимых героев, особенно там по типу Шторм Спирита или ОД. Герои, у которых он просто за одну змейку может более тысячи маны высосать, это какой-то, это просто перебор на самом деле. И тут ситуация аналогична, потому что Пугна с большим количеством интеллекта, маны у него всегда много и Медузка будет воровать какое-то немеренное количество маны, а ей это всегда... Главное, что щит, щит удерживается, мана приливает, это самое главное. Свифтейнинга размяли внизу, но, в принципе, все у него в порядке достаточно по фарму, 14 на 7 он идет. Не идеально, но неплохо для антимага, такой старт приемлемый. Тут, я так понимаю, был разблокирован пул, либо это... Там даже варда, по-моему, и не было, они просто поставили его, чтобы проверить, но я не уверен, там этот эпизод мы не разбирали, не видели, к сожалению. И пятая минута на носу, 30 секунд остается до нее, там появятся баунти-руны, посмотрим битву внизу, я думаю, в первую очередь вверху тоже там может быть вариант либо Дарксир заберет, либо ФНГ на тренте поборется. Но ФНГ уже пошел за баунти, я вижу, вверху, а Дарксир пока и не собирается даже. Я думаю, мич будет стоять спокойно, крипов армить, у тебя баунти не нужно. Да, но баунти отдать вот так просто противнику, это не очень круто, мне кажется. Ну, опять, уйти отсюда, пачку крипов не забрал. Хотя он, посмотри, забрал с собой пачку крипов, увел их в лес и еще и руну законтролил. Да, одну законтролил все-таки. Три, три эпога забрали. Артем посчитал, что он не успеет, что ли, не знаю, может, какой план был. Не хотел там сражаться за баунти, но поблиялся, что две может отдать. И Мершин пострадал очень сильно, добивает его, кстати, Свифт Эндинг. Не так много золота получает антимаг за это убийство, но где-то там три крипа, по сути, возместил. Да, вообще эпога уверенно идут, сейчас меньше тысячи, но я думаю, пассивно все равно зарабатывать будут больше. Darkseer очень богат, Pugna тоже стоит линию пока хорошо. Фракт, который сделали в миде, не сказался на Баранише и видим, что Крипстат повыше пока, чем у Медузы даже. Ну, стоит себе и стоит линию Pugna не должен А тут вопрос к саппортам, к стакингу в первую очередь, насколько получится у них делать стаки в дополнительном лесу для Медузы, вот это ее треугольник знаменитых, и не только ее, но в целом Дайровский треугольник для таких героев, как Медуза, как Луна, он идеально заходит, и уже я вижу, что ФНГ стаками занимается, вот там такая розовенькая отметка на карте, на карте и отводы делаются. Двойной урон для Баранише, в бутыль также прилетает ботинок. В целом, действительно, линия проходит равна в центре, но равным образом, но Медуза начинает немного больше динаить, это видно, и вообще, когда Медузу так не напрягают, не трогают, надо как-то попробовать поставить хотя бы Вишн в дополнительном лесу, чтобы ее потом подгангать. Неплохо оглушает Эммершн, пытается спасти Акулыча, но Акулыч в не лучшем положении все равно пока что, должны его добивать. Да, и Эммершн тоже рискует погибнуть, и скорее всего погибнет. Попытался спасти, не получилось спасти. Хороший бодиблок, от Леброна, молодец, очень хороший, качественный бодиблок. Плюс он и вышку танковал, Свен себе это может позволить со своим показателем здоровья и брони, целых пять брони у него, единицы. Да, уверенно, очень уверенно отстояли. Файт внизу, отборолись, и Дарксир, Дарксир, какие-то шикарные, что и по поводу Варда. Да, неприятный момент. Тут уже стоял Сандрячок. Это с какой стороны посмотреть? За благовременно. Кому-то и приятно. Ну да, приятно, естественно, Медузе, приятно Гамбит, но очень неприятно Свен, который пробежался, поставил Вард, и сразу его лишился. За саппортов, да? Которые так? Ну, это просто, знаешь, когда там хотя бы увидели, купили Вард, хотя бы немного постоял, потом принесли, поставили. Тут просто ты уже на готовенькое пришел и поставил, и получил за это. Так, а тут у нас Доминатор, да, для Митча будет. В целом, комбинации такие неплохие могут быть у Элеменс, если подумать в будущем, это подоглушение, знаменитая комбинация, да, стяжка плюс оглушение Свена, туда же ультимейт антимага, если что, и это может смотреться неплохо. Другое дело, что ультимейт антимага тут особо не в кого-то Медузы, а Медузу надо сначала просадить по мане, чтобы в нее ультить. Да, и начинать можно с чего угодно, начинать можно с Виверны, начинать можно с Свена, начинать можно с Дарксира, реально очень-очень сильная вариативность у вас, инициаторов достаточно много, инициировать можно с большущего расстояния, то есть вам не обязательно иметь какие-то даггеры на Дарксире, потому что Свен забегает на Сюрджа, давать станд, потом подключаться к Виверну, короче говоря, 200 тысяч вариантов, как не проиграть Драку. Ну и Гамбит, ну а Гамбит, Гамбит плотный, просто надо терпеть, терпеть и брейк устраивать всего этого. Уже привлечил в себе крипа, этим крипом оказался Сатир, и Сатир плюс, поспамливает Шоквейв, еще и прожигает. 21,9 хп реген у Дарксира, ну и Сатир, соответственно, тоже получает очень много хп регена. Конечно, Митч здесь чувствует себя роскошно, если не будет веритяжки, то в соло забрать его просто не видится. Возможно, Макулача опять цепляют, насыпали сверху еще и камней, но Макулач с уровнем все равно, все плотнее и плотнее. Но неплохой бодиблог, правда, есть оглушение от Афони, он же перетянулся, есть ультимейт, Макулача забрали. Ну, ответная реакция, конечно, будет, но в Афоне уже нет маны. Если там стики, нет, там нет никаких стиков, поэтому в Афоне уже магического прокаста никакого не выдаст. Антимаг дорезает еще одну цель, это Леброн. Там бронежа в центре, схватка с Медузой у него, подходит ФНГ, и силы уже неравные, в итоге Медуза эту драку выиграла при поддержке ФНГ, при поддержке Трента, который перетянулся. 6-3 счет становится, драка и внизу, и в центральной линии, но тут, в принципе, пострадали чуть больше Элеменс, естественно. Антимаг живет, для них, пожалуй, ключевое. И убивает. И убивает. Да, терять Свена, это не так страшно, тем более, посмотри, что вытворяет Мич. Он забирает башню, забирает ФНГ, который пришел туда, я так понимаю, динаить вышку. Атака очередная со стороны ЕПГ, снова Акулыч под ударом, снова неплохо сработан Элеменс, оглушение от Эммерши на попытке спасти Афонинджа, и Афонинджа отступает. Я еще подумал, Афонинджа не заигрывается ли он, пошел за Виверной, не стал отступать назад, когда коры соперника были рядом, но был рядом Эммершин, поэтому Афонинджа успел отступить, съел Манго, судя по всему, половину мана восстановил и ушел под вышку. Ну, я бы с удовольствием на Творца посмотрел. Счет был не пострадал, чуть было не пострадал, вот так сыграл он, конечно, агрессивно, он хотел баунти забрать, в итоге баунти обеспечили себе Элеменс, четыре штучки, достается Элеменс Про Гейминг, в прошлый раз было три, напоминаю, и уже семь за две последние вот эти пять минуты. Да-да-да, это правда, это очень много. Ну, у нас по идее должен быть на фрифарме стоящий Дарксир достаточно богатым, но в миде Дахак должен, я думаю, пугнуть сильно обгонять, Дахак отступает, три героя сразу на него, тэп-аут, извините, вы уже станд потратили, он даже не уходит, решил остаться здесь. Передумал. Ну да. Попытается динаить, что ли? Хватку свою ослабили. Со стороны игроков Гамбит. Ну там и пуша-то по сути нет, Леброн руками не заковыряет. Там нормально, нормально бластом, лечение вот заходит от Трента, ну еще буквально вот бласт, даже, наверное, два все-таки, два, наверное, придется удать. Я просто к тому, что против качественного бласта ты ручками не задынаешь, Баранижа должен добивать. Баранижа как много от Мистик Снейк получил, еще и задувка туда же, отправляет пока себя в Астрал, начинает высасывать Афониджи и уходит. Уходит шестой уровень, получила Виверна, поэтому притормозили атаку Гамбит. Я хочу еще раз отметить игру Митча. Он еще одно убийство получает для себя, убивает Тинни вверху и продолжает пушить верхнюю линию. Там, по сути, вот с этим крипом он вытворяет какие-то чудеса. Надо смотреть на Творсы. Надо смотреть на Творсы. Митч должен, наверное, всем золотом владеть на карте, сам против Дой и дерется. Уже получается, правда, хорошо. Да, и можно улетать. Все, он все сделал. Он подпушил, на себя героев стянул. В центре пространство, внизу пространство, пространство. Ситуация идеальная для Элементс. И они идут добивать центральную вышку Тир-1. Бласт, бласт, бласт и вышка падет. Но, правда, уже немного так отрегенил тренд. Он нам показывает повтор как раз то, что мы не видели. Этот момент с бодиблоком от Митча и Телегой. Вдваяншела скорость, конечно, передвижение потрясающее просто. Но вышку не могут забрать. Продолжают ее защищать. Серьезно взялись за дело Гамбит. Не дают вышку противнику. Лечит ее постоянно, обороняются, стягивают героев туда. Немного не попали в тайминги Элементс. Но Антимаг, посмотри, фармит и фармит на нижней линии. Фармит серьезно. Фармит много. 1300 золота у Свифтэндинга. Это два в Рейсбэнда ПТ. И Ринг оф Хеллс уже есть. Ну и вот час Икс настал. Посмотри, что с Медузой. 6К у нее, даже при том, что на фрифарме стоял Доксир, делал фраги. А это стаки. Стаки ФНГ в том числе сыграли. Именно. Именно. Медуза неприятный герой, как говорили наши аналитики. Действительно, герой такой мерзкий и очень болезненный. Дахак идет вперед. Леброн пошел. Идет душить. Больный ФНГ, кстати. Еще ударчик буквально и хватает. Представляешь, хватает времени ультимейта Виверны, чтобы добить ФНГ. Но в размен выходят ребята из Гамбит. Влетает оглушение от Свенон лишь по крипам. Драгонайт приобретает себе даггер. Между прочим. Там вышечка. И атаковать того же антимага можно теперь спокойно. Да, там вышечка на 50 хитпоинтах, но я вижу, что не хотят ее донайть, потому что есть лечение. Это я видел уже. Это я видел. Так Бронни же уже погибал. Правда, там был ФНГ в поддержке. Здесь подошел иммершн. 289 для Афонинжи. Это уже после купленного даггера. Мич продолжает орудовать на верхней линии. Говорит, ребята, я на себя стяну. Ваша задача забрать иродин вышку в центре. Но пока преуспел именно Мич. А вот в центре у ребят не все получается. Афонинжи начинает донайть, вышка начинает лечиться. Не совсем понятно, что конкретно хотят оттас делать. А какой уровень вообще? Четвертый, третий там интересно у Артема. Лечение. Да, да, да. Пока не ясно посмотрим. Да, мичи оглушили. И есть шанс погибнуть Дарксиру. Это будет первая смерть. Нет, стяжка пока бежит. Все еще бежит. Но все, прокаст есть. Минус. Мич. Первый раз забрали его. 400 монет сняли с Дарксир. Как не дается в центре подпушить. Вроде и на себя стягивает внимание Дарксир, но в центре они немного не успевают по таймингам, чтобы вышку добить. Вот сейчас, возможно, наконец получится. ФНГ в центр подтягивается. Третий, да, третий уровень. 1-1-3 у него такой билд, у Трента. Так что лечение там и правда хорошее проходит. Но вышку все-таки забрали. ДНЗ, по-моему, добивает, если не ошибаюсь, да, на Винтервиверне. Соответственно, нет двух вышек вверху уже у Гамбит. Одной в центре. Но, как мы видим, Гамбит намерены обороняться. То есть у них неплохо это работает. Они могут отпушить, они могут подлечить башню. Но будет, я думаю, и неплохой сплитпуш от ЕПГ. Тем более со временем, когда антимаг станет более серьезным. Антимаг, конечно, ультра хорош против Медузы. И современная способность его, это отражение змейки, которое очень неприятно по Медузе сказывается. Поэтому то, что Медуза так сказочно богата, нисколько не отменяет, что антимаг ее в конце вырежет. Акулыч уходит под вышку. Реально не добили Акулыча. Убегает, прячется в деревья. Рядом есть Тинни, который попытается как-то помочь. Да, засыпает камнями. Куда же ушел Акулыч? Уже ушел. Все. Классно размансил. Шикарно, шикарно. Молодец. На двоих сработали. Еще и под вышку забрасывает. Готов драться. Акулыч Леброн расстреливает до хак. Минус Леброн. Так, подловили еще и Ди Энзи, и его тоже забирают. Мега килл для Афонинджи. Это сильно. Верхняя линия. Хотя, ты так понимаю, остановить антимага, его фарм. Но пока только прилетает тренд. Один тренд с этой сдачей не справится, естественно. Тут ДК, Фейзы, Даггер, два Брейсера. И план на Блэккинг Бар у него имеется. Да, у вас, конечно, есть контрмера против очень сильного кора соперника. И в целом расфармленных героев. Это Дарксир. Это Дарксир с хорошей стенкой, который, по сути, вашу силу обращает против вас. Это, безусловно, круто. И пока не умирает антимага, и ЭПГ все тоже великолепно. Но, не знаю, пока это просто гонка вооружений, которая, если без каких-то серьезных ошибок, ни во что и не выльется. Пока у нас просто ждем файта и посмотрим, кто же выиграет драки. Кто из коров первым улетит в небеса с фармом. Но антимаг отстает, у него пока нет еще Баттлфьюри, поэтому опцию максимально фармить нету с вифтендинга. Но он свое наверстает в любом случае. Медуза уже сейчас формально, да, можем считать, что с Баттлфьюри. Потому что по нескольким целям бьешь. Я про Медузу говорю. То есть, Меду, антимагу надо купить Баттлфьюри, чтобы всех сразу фармить. Окей, я понял. А Медуза... Да, но, кстати, вот о Баттлфьюри он появился у антимага. Просто как раз он тоже его нес. Я подумал, что ты не кантимагу клонишь. Не-не-не, я же вообще не вменяемый. Ну... Ладно, вообще, но не полностью. Новогоднее настроение, понимаешь, оно могло задеть тебя, и ты... Столько новогоднего настроения в меня не вместится, чтобы я Баттлфьюри на Медузе еще пророчил. Это еще следует проверить. Так, с днем рождения. Спасибо. Смотрим мы на Ганг в Смаке. Подловили Леброна. Будет оглушение от Эмершина в продолжение. Комбинирует, естественно, с Тосом. Но ультимативное от ДНЗ помогает отойти Леброну. Будет оглушение от Леброна тоже. Окей, Митч подключился. Пока что вакуум тут не лучший будет. Забрали уже Эмершина, но потеряли Леброна. Такая какая-то сумбурная драка пока ни туда, ни сюда. Давай, Афоня тоже очень классно себя чувствует. Обрати внимание, у него анстапабл стрик, у него нетворс третий на карте в своей команде. Там антимагу разве что уступает соперника. ДК тоже получился достаточно богатым. Хотя мы помним, что старт был не очень приятный. Все крипы приходилось добивать их под вышкой. Но ДК, если даже против неудобного соперника в миде обыкновенно стоит, все равно за счет огня добивает, за счет первой способности. Брэсфайр. Да, за счет Брэсфайра может добивать крипов. Даже если там не такой большой урон с руки. Или не успевает вышку перелосить. Собственно, он ничего не проиграл. Решил не брать БКБ, купил все-таки Шадоу Блейд себе. То есть у него даггер и Шадоу Блейд имеются. Интересное решение на самом деле. Дарксир или... Не-не-не, Драгонайт. У него даггер и он купил сейчас Шадоу Блейд себе. Судя по меню покупки, которая всплывала справа. Может он, конечно, еще и продаст его, но... Если не продал, то так и будет. И появляется у нас тоже такой подбав для команды от Дарксира. Кримсон всплывал тоже в меню. Приятная штука против Медузы. В первую очередь очень приятная штука против Медузы. Медузы, кабаны там неприятные всякие. Да-да-да, само собой, с ОМОНы. Ну, снова какая-то попытка выхода от Гамбит. Снова кто-то в смоке, кто-то в невидимости. Как, куда? ДНЗ подловили, пытаются убить его до ультимейта. Получается, получается, но это недостаточно, естественно. Нужно еще гнать противника. Подловили Баранижу. Пытается он отбиваться, но получает оглушение от ДК. И его тоже должны забирать без особых проблем. Два героя потеряны, но отмечу, что Антимаг продолжает свой фарм. Антимаг разрастается. Динайд, кстати, башню в центре. Бараниж до сих пор бегает от противников. Выманивает ультимейт. Психанул, будем откровенны, авторлайф уже в этой ситуации. Потому что, ну, достал этот парень бегать. Вам спида не хватало, извините. Это пугно, очень шустрый, малый. Так, задинайл за это время Антимаг башню в центре, если я не ошибаюсь. И сейчас пошел фармить вражеский основной лес. Плюс, обрати внимание, что совсем без вардов играют Рэддиант. Ну, там, на самом деле, их очень мало. Вот стоит вард у них, по сути, в своем лесу, в основном. Снимание на вижен, который есть у Гамбит. Все заваржено буквально. То есть, вот нижняя часть карты хорошо проваржена. Подход в свой лес основной тоже поставлен вард. Не хватает немного вижены еще сверху, вот возле святыни. Они медузу, они охраняют этими вардами медузу. Потому что мы видим, да, где находится медуза. Дахак фармит как раз этот треугольник, о котором ты упоминал. Акулыч возвращает немножко назад, чтобы больше от лайфдрейна урона получил он. И Акулыч догорит, Дарксир, на парус Динзи забирают этот фраг. Я удивлен, почему Динзи вообще нет. Акулыч? Да, да, да. Потому что он купил себе Транквилу. Я вот думаю, потратил он деньги или нет. Осталось ли у него... Ну, то есть, много ли он потерял при этой смерти? Вот в чем вопрос. Свен, Свен, Свен. Слушай, ну так хорош Свен в этой игре. Действительно, и Владмир уже, и уровень такой неплохой у него. Барабаны он планирует себе. То, что для команды нужно, он в принципе даст. Тем более, это будет комбинация под стяжку как раз. Но мы видим, пока позиционка гамбит весьма хорошая. Еще ни одной комбинации от Элементс такой серьезной, основательной мы не видели. Ну, о ней будем говорить ближе уже, наверное, к лейтгейму. Да, они Медузу разгоняют. Они разгоняют Медузу много, вышек не теряют. Пугда обычно любит старт игры выиграть и посносить вышки. Только сейчас Барани же принимается за нижнюю сторону. То, что там Дарксир снес две вышки, ну это понятно. Они реально давали Дарксиру возможность сделать все, что хотите. Параллельно у вас Медуза фармила классно. И ДК тоже не сильно проседал по этому поводу. Сейчас видим, что такие очень мощные коры получились. ФНГ выдает ультимейт. Цепляет трех персонажей. Митч стоит на месте. Медуза дала свой ультимейт. Дахака бросают вперед, но никто не замерзает. Или Брон убегает, Барани же тоже убегает. И ДНЗ готов выдать ультимейт. Но ультимейт очень посредственный получился. Зацепили только одного героя. И то демиджа он толком не получает. Дальше за Барани же Шрайн не работает. Афоня в невидимости. Должен выдавать сейчас оглушение Аколыч. Здесь уже сюда летит антимаг. Готов драться. Мы увидим первую стычку. Свифт эндинг на Дахака. Дахак использовал манта стайл. И стяжка Дахак уже без маны. Использует стики Дахака. Опять его дорезает свифт эндинг. И все, Медуза лопается. Вот и весь герой. Вот и весь герой, на которого есть ответ в виде антимага. И Афоню тоже никто не отпустит. Отсюда масса замедлений. В итоге 2 в 0 подрались ЕПГ. Знаешь, вот настолько хороши ЕПГ в плане стойкости, что даже допущенная ими ошибка, которая была на нижней линии, она не стала вопиющей. То есть как получилось. Они подошли пушить, и они не поставили сентряк банально. Они играют против Трента, против ДК с невидимостью. И они подошли к вышке, но не поставили сентряк на подходе. В итоге их спокойно атаковали, причем атаковали тылы. Отрезан был Свен от команды. Он бил вышку, а в это время Драгонайт и Трент набросились на бедного Пугну. Но в то же время урона у них нет. И даже при таком упущении, казалось бы, без вартов ребята заходят. Но их нельзя убить. Они просто не убиваемы. Ну и откровенно говоря, Гамбит, ну передавили. Серьезно, идти под вражеский шрайн, да, пускай он не рабочий, но это всегда опция телепорт сделать, как и сделал антимаг. Ну да. Прилетел антимаг и просто вас щелкнул всех. Ваша медуза, ну ничего не стоит в окружении четырех врагов и дамажащим ее антимагом. И все, и вы поплатили за это. Потеряли Т2 вышку, потеряли Т3 вышку. ЕПГ просто грамотно отступили. Свифтендинга цепляют. Должно хватить времени. Нет, не хватает. Ответная реакция, да. Медуза тут подошла, конечно, но не хватит, мне кажется, урона. И плюс, посмотри, как Митч отбивается неплохо. Надо похвалить Винтера Верна, в первую очередь, за ее ультимейт, чтобы антимага спасти. Так бы антимаг, скорее всего, погиб. Антимаг мог бы еще остаться, кстати, убить, но решил не рисковать. Мог бы остаться убить Тинни, который на Стаха появился. В окружении четырех героев, конечно, страшно было. Митча потеряли, но не страшно. Главное, что антимаг живет благодаря ультимейту Виверны, в частности. Она молодец. И плюс полторы тысячи по отношению к Медузе у антимага. А так Медуза почти всю игру где-то на 900-800 монет обгоняла. А Эмма... Ну, все изменилось. Реально, объективы падают. Т2 сломали, Т3 сломали, один из бараков внизу сломали. То есть игра сейчас точно идет в копилку команды ЕПГ. Вот они руководят процессом. Еще и появляется башар у антимага. Он много заработал за драку, плюс этот пуш удачный от ЕПГ. Да, дело в том, что, кажется, смотришь на пики, стойкие одни и другие. Но от кор первой позиции у ЕПГ он больше кора первой позиции у Гамбит. Потому что это был, по сути, герой, который закрывал Медузу, убивал эту Медузу. По факту его брали как контр-пик Медузе. И за счет этого хватает чуть больше урона у ЕПГ, чтобы драться. Можно эту Медузу убивать. А вот антимага, мы видим, убивать трудно под защитой, под протекцией Винтервиверной и других ребят. И стойкости реально у них и других много. Но у ЕПГ получается чуть больше еще потенциал в атаке. Акулыч может зайти прямиком в ад. Акулыча уже цепляют и сбивают его. Баш проходит минус Акулыч. Его добивает Рошан. Но не суть, как важно. Все равно выманивают байбэк, заставляют заново выкупаться, прилетать в драку. Он просто ничего не успел выдать. У Дахака восстановился ультимейт. Надо смотреть сейчас за ультом Медузы. Ой, какая стяжка! Какая стенка! Мич, красавчик! Но не было оглушения туда. Вот Свена вот это упущение. Тем не менее забирает ФНГ, разменивая в ДНЗ. Акулыч пытается украсть Эгиду. Не крадет. Свифтендинг его забирает. Добивает Акулыча. Добивает Дахака, взрывая его ультимейтом. Размен в Баронижин. Это не имеет значения, потому что Афонинджи тоже был убит Свифтендингом. Это ультра килл для антимага. Превосходная драка от ЕПГ. И надо похвалить, естественно, Дарксира, который очень вовремя ворвался. Четырех героев стянул, поставил стенку. Выиграл время для команды, чтобы она пересобралась вместе. И снова нанесли удар. Здесь, да. Здесь еще повезло, что у соперников все-таки Медуза. И она, вот эти копии, которые происходят от стенки, она их так или иначе расстреливает. Под своим ультимейтом Медуза смогла с ними справиться. Так бы эти копии столько ХП оторвали от соперника. Он реально четверых стянул под стенку. Это было просто шикарно. И Медуза вроде много урона внесла, но там часть по копиям, часть еще куда-то. В итоге фрагов практически не сделали. Легчайше получилось убийство. Опять Акулыча, тем более это после байбека. Короче говоря, я сейчас флешбек... Это очень похоже на окончание игры, на самом деле. Это флешбеками, я думаю, у гамбитов, когда они пикают Медузу. И тут вот этот парень появляется такой антимейдж. Ну да, это антимейдж, извините. Вы реально забыли о нем, а он сейчас вас не чувствует. Ой, как же больно, посмотри. Они просто подойти не могут. Там плотность невероятная. Плюс антимаг наносит урон немалый уже. И их не остановить. Это машина, которая прет на тебя, и никак нельзя этому препятствовать. Да, драка, которая была не так давно возле секрет-шопа Дайер. Медуза ультит, ее забрасывает Тинни. Они просто разворачиваются спиной, не дерутся с Медузой, отступают. И после этого контрнаступление организовывают. Так, сейфт эндинг, время пока тратит. А все, ультимейта Медузы нет. Заканчивается форма ДК потихоньку. 40 секунд без бестмастера. Нет ультимейта трентайм. Просто нечем отбиваться. Это ГГВП, пишет Афонинджи. И это победа. Элементс Про Гейминг. Причем такое ощущение, что она была ультра спланирована. С первой секунды. Очень четко подошли, ребята, к драфту, согласись. Очень качественно они сработали. И можно сказать, что первый блин комом, по сути. Первый блин реально комом для ребят из Гамбит. Да, насколько early game был хорош для них. Для Дарксира, который на фрифарме стоял. Антимаг, которому тоже ничего не делали. По сути, вы стянули нескольких героев. ДК оставили одного. Вы даже дерево перетащили вниз, чтобы АМу немножко жизнь подпортить. И вообще не сделали ничего. Ну, понятно, это не моего ума дело. Это будут у нас профессионалы, которые это обсудят. Но все как-то очень просто для ЭПГ. Ну, пожалуй, первая игра. Еще ребята притираются. Надеюсь, что будет получаться дальше лучше. Но тут времени не так много, на самом деле. Надо уже привыкать. Ну, а что на этот счет думают наши аналитики? Мы узнаем прямо сейчас. Как заметил друг, действительно ультра спланированная вместе с ультракиллом игра от ЕПГ. Ну и действительно, как вы отмечали, не совсем был понятен пик, возможно, трента от Гамбит. Но это как бы был для них герой. И тот самый Дарксир, которому вроде бы не находилось места, но он как раз-таки его оставили одного. И после этого пошел Свен и помогал уже антимагу. И там как раз-таки были проблемы с самого начала. Но давайте все-таки начнем с драфта. С самого старта. Вот эта вот комбинация, которую вы хотели посмотреть, как она будет действовать у ЕПГ. Она оказалась довольно простой, скажем так. Простой, эффективный. На самом деле, честно, было у меня такое ощущение все-таки по Чуйке, по пику ЕПГ. Но я думал, ну блин, это все-таки ЕПГ, а это Гамбит. Честно. Как и у бэкмекеров наших из ЕСБЭТ. В следующий раз все-таки буду, наверное, максимально оториентироваться на Чуйку. То есть, в действительности, у ЕПГ, но они смогли реализовать своих героев немного лучше. У них был сильный тимфайт. Вот мы видели, что происходит, когда вот эти драки 5 на 5 у Гамбитов просто какой-то сумбур происходит. Вообще непонятно. То есть, ребятам нужно было больше времени разогнаться в Медузе, набрать каких-то слотов. Они дерутся, когда у Медузы одна манта там в бэкпаке. Что это вообще за... Варис Бенда и манта, да. То есть, там, скажем так, два основных момента, о которых мы отмечали. Первый — это то, что был выбран Тринт, да, то есть герой, который статически привязан к линии, герой, который не дает тимфайт. То есть, мне по-тому был не особо понятен выбор этого героя и был понятен банд Феникса. То есть, по-хорошему, хотелось бы вывезти какого-то героя на тимфайтер, нжавика, который, если что, может тоже перетянуться в 3 на 3 поучаствовать, да. То есть, там Андрей говорил про Гримм Строка, который тоже классно заходил бы, да. Больше вспоминал, а из такого больше... Ну, от Феникса забанил. Да, ну, даже с этим, ладно, взяли Тринт, а ничего страшного. Основной момент, когда они проиграли, это был внизу, где они начали драться с Медузой, у которой была манта и, по-моему, где-то 4 тысячи нетворсов. Да, да, да. То есть, если герои возьмут другие шмотки, то есть не манта. Манта — это не вещь, которая дает тебе кучу урона. А, как мы видели, почему был сумбур? Потому что не хватало урона убить героев, которые там нажимали то Кримсом, то... Вот та самая драка, кстати. Вот эта драка, где, скажем так, у Медузы там 13-тичное творчество, а полезного из него там тысяч пять, на самом деле. То есть это Яша и Сапоги. То есть по-хорошему нужно было подождать, взять Баттерфляй на Медузе, и вместо манты точно должна была быть, скорее всего, Кайя Яша, да? Да, я вот, кстати, с Аней рассказывал про такую тему, то есть мы это обсуждали там тоже с командой. И в пабах я сейчас видел, что берут против антимага эту Яшу Кайю. То есть там такая тема, если я не ошибаюсь, по поводу того, что меньше маны тебя антимаг бернет. То есть это примерно так работает. Ну и Яша тебя по дефолту как бы разгоняет. Ну, в общем, ты сам меньше маны тратишь, расходуешь на спеллы. На самом деле очень такой эффективный айтем против определенных героев. Ну, здесь вот эта драка снизу, то есть действительно, наверное, была такой роковой. То есть просто посмотреть на эффективное золото, да, у Медузы, там и у антимага. Ну и еще стоит отметить, пик ЕПГ, Кримса на Дарксире, третья Свена, насколько же сложно пробивать. Этот Варкрай просто какой-то... Да, просто Мэджика у гамбитов очень мало. И у них больше героев именно физики. Ну и на самом деле очень проблематично было пробить хоть как-то. Да, задумайтесь просто о математике. Бейсмастер — герой, который усиляет коров. ДК, который собрал блинк на инициации, то есть он как бы атакует, останавливает цели, да. И Тринд, который тоже не проводит урона вообще, то есть он как бы тоже останавливает. И Тинни, который засыпает эту цель. То есть весь урон ложится на Медузу, которая атакует по пяти целям. То есть вовсе, собственно, ваш тимфайт. Герой стоит и стреляет всех. То есть, соответственно, что вы должны делать на этом герое? Просто урон. Урон, просто урон. Макс ДПС, не знаю, Мом, не знаю, что ли не рапирует этой шмоткой, к примеру. Тебе и Бейсмастер дает ауру, который он же делает салар на тебя повесит, у тебя будет где-то 100% атак спида. И два героя тебе останавливают. А что мы видим? Манта, которая не дает урона, и они приходят в драку, когда у него там 4 тысячи нетворса на руках. То есть не собран баттерфляй, там из 5 тысяч потратим только на квадрестап 900. То есть и вот по факту, и чисто по математике, ну нет урона в драке против этих героев. Ну вот и все.